Доброго времени, дорогие девочки! Плюсик я поставила. И, по-моему, микрофон уже взяла. Скажите, пожалуйста, как меня слышно по десятибальной шкале? Во, порядок. Не фонит, все хорошо, или мне надеть наушники? Нет никакого безобразия, все слава богу, да? Спасибо, Ирина, за добрые слова. И вот последними словами вы провожали предыдущего спикера, что это всего-навсего слова. Вы знаете, нет, слова не бывают всего-навсего. И я скажу вам об этом как профессионал. Я иногда говорю своим клиентам, вы знаете, я ни одному человеку не сделала трепанацию черепа, не вскрыла мозг, не вынула там что-то лишнее. Все лечение происходит, когда я говорю слова, люди повторяют слова, может быть, что-то пишут, может быть, что-то там делают. Мы лечим словами, и мы заболеваем словами, поэтому слова – великая сила. И сейчас пара слов обо мне, потому что здесь много людей, которые… с которыми я еще не виделась, да? Спасибо, Ирина, сказала много. Вы можете еще что-то посмотреть. Создатель авторской методики безмедикаментозной коррекции аутизма через работу с матерями. Создатель авторской методики «Тестирование подсознательных механизмов». Динамическая линейка Димитрошкиной. Владею более 30, 37 или 38 психологических, психотерапевтических компетенций. Это расстановки, гештальт, РПТ, аспектика, фенезиология, психология и так далее, многое другое. Итак, немножко я должна аж покрасоваться. Эксперт по родовым программам. По вредоносным родовым программам. Составляю энциклопедию вредоносных родовых программ. Кто-то читал мои рассылки с энциклопедией вредоносных родовых программ? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Теме больше 10 лет, все проверила на себе, все работает. У меня тысячи клиентов, тысячи учениц, тысячи результатов, тысячи отзывов. И если в чате есть те, у кого уже есть результаты, поставьте, пожалуйста, столько пятерочек, сколько вам хочется, чтобы проявить эти результаты. Чтобы те, кто встречается со мной впервые, мог бы увидеть, что действительно есть те, кто... О, вижу, вижу, что есть те, с кем я работала, и те, у кого уже есть результаты. Спасибо вам за ваши пятерки и за их большое количество. Мне очень приятно. И знаете, когда-то я пахала, как ломовая лошадь, работала на трех работах, вела себя прямо в царство и такая старательная вот эта вот такая концепция, что женщина должна... Не знала, как попросить о том, что мне нужно. Если просила, то не понимала, не получала ничего, кроме шишек. Суетилась над всеми, как курица, и в ответ слышала только новые, новые требования. И знаете, что я получила в конце концов? Дело было почти 30 лет назад, но это было вот так. Я пришла домой, и вот, Оксаночка, рада видеть студентку свою, очень приятно. Студентка второго курса Института семейного счастья. Есть у меня такой проект. Хороший, сильный очень. И так я пришла домой, и это был 90 лохматый год, а он 90-й, в 91-й. Ну, почти 30 лет прошло. И обнаружила, что там осталась только мебель. Второй муж вместе со всем барахлом растворился в туманной долине. Он прихватил даже видеокассеты с дочкиными мультиками, забрал все, что не прибито. Я, знаете, я такая поднимаюсь с авоськами, открываю дверь. С вечера мы поругались, что это, ну, утром вроде чай попили, на работу разошлись. Открываю дверь, а там вот это вот бумажки, думаю, нас обокрают. Потом обнаружила, что уехали. Мои платья остались. Можете себе представить, что я в это время чувствовала? Да? Как вы думаете, что? Какие есть предположения? И, девчонки, поймите меня правильно, мне все время важно видеть, что вы меня слышите, что я говорю не спустую. Ой, девчонки, школа женского счастья 5 класс, школа женского счастья 4 класс и школа коучинга слушает мои лекции. О, так здорово. А у двоих нет звука. Ну, что делать? Кто может, подскажите в письменном виде, что надо перезайти. О, Мариночка с программы 9 шагов, Мау-терапия. Очень приятно. Я так рада видеть своих учениц, видеть своих студентов. Для меня это очень важно, видеть, что это школа женского счастья 3 класс. Супер. Так приятно. Неожиданно вас видят, девчата-школьники. Конечно, я была в ужасном состоянии, в ужасном гневе и в горьком горе. И может быть, среди вас есть тоже те, кто сталкивался с чем-то таким же в своей истории, в жизни своей мамы, в жизни своих подруг. Поставьте плюсик, кто с этим сталкивался. Говорит, ты пашешь, пашешь, стараешься, стараешься, служишь, 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 служишь. Результат вот ниже нуля. Есть такие? О, Олечка, привет, рада тебя видеть. Узнала тебе, мы с Олей вместе учились. Да. Это очень часто бывает, на самом деле. Это действительно, с этим сталкивалась каждая вторая, а может быть, и больше. И тогда я начала искать рецепт новой жизни. Я прочитала больше сотни книг за один год. Я прошла кучу тренингов. Я начала учиться психологу. Знаете, это они только запутывали. Они не помогали понять, что со мной не так. Они такие разные. Одни говорили одно, другие говорили другое. У меня ушло пять лет. И может быть, среди вас тоже есть такие, у кого в шкафу целая полка книг, а в компьютере гигабайт семинаров по семейным отношениям. Вот кто себя таким же видит, а результат как-то оставляет желать лучшего, поставьте двойки в чате. Вижу, двойки пошли. Потому что это так. И знаете, в чем фокус? Кто сто раз уже все прошло и прочитала, вось у меня не там. Вон они двойки, вон их сколько. А фокус вот в чем. просто знаний не работают. Иначе все выпускники факультетов психологии были бы счастливы. А табачные магнаты разорились бы. На каждой пачке сигарет написано, да, курение вредит вашему здоровью. Все читатели, правда? Вон, Наталья говорит, было такое, сейчас уже все лучше. Слушаю вас, читаю, чувствую вас. Ну, я практик. Я в тюрьме, во. Но моя главная сила в том, что я практик. Потому что я нашла то, что работает. И, в общем, видно, да, есть разница давно и недавно. И замужем, и счастлива. И с третьим мужем мы уже больше двадцати лет. И венчанный брак, дом с камином, кошка с собакой. Кто хочет так же через двадцать лет сказать, как мы говорим друг другу в день своей свадьбы, в годовщину свадьбы, что, слушай, этот год был лучше, чем предыдущий. Поставьте двадцатки в чате. Кто хочет так же? И даже двадцать пятки, мы уже двадцать пять лет, если собрать все. Да, вот они, двадцатки и двадцать пятки. Классно. Это здорово. Потому что, девочки, есть то, что работает. У меня есть большая цель, миллион счастливых женщин. И несколько тысяч у меня уже есть. И некоторые из этих женщин здесь в чате тоже ставили плюсики, восклицательные знаки, и пятерочки. Несколько тысяч уже есть. Теперь хочу миллион, и теперь я работаю над тем, чтобы был миллион. Благо есть институт. Благо есть интернет. Благо есть школа женского счастья. И все те ресурсы, которые мне в этом помогают. Но теперь скажу несколько слов о порядке работы. Сначала нужно будет понять, где мы, где вы находитесь сейчас. Потом, как на это повлияло наше прошлое. Потом, как это влияет на будущее наших детей. И только после этого, что с этим делать? Сразу предупреждаю, буду рассказывать о своих продуктах. Продукты разные, 300 рублей, 387 рублей, 9 тысяч. Но потому что бессмысленно объяснять, как это устроено, и не дать вам никакой возможности разобраться с тем, как это починить. Итак, сейчас на экране будет табличка из 12 вариантов. А вы поставьте, пожалуйста, свои цифры списком в чате, чтобы я поняла, где вы сейчас. Поставьте единичку, у кого проблемы с построением отношений с женщинами, с мужчинами, а двоечку у кого с женщинами, а единичку запятая двоечку, если у кого-то и там, и там. Поставьте троечку, если это проблемы в коллективе на работе серьезные, у кого четверочку поставьте, у кого с начальством, кого-то мучают ГИБДДшники и всякий мелкий портфель, там начальник ЖЭКа и тот пьет кровь, ставьте пятерку, у кого проблемы с тем, чтобы появились отношения, шестерку, семерку с тем, чтобы их сохранить, восьмерку, чтобы отношения получили развитие, потому что люди могут встречаться два раза в неделю с кровати семь лет и больше никуда не развиваются отношения. Кому свойственно залипание на мужчине, у кого неумение держать дистанцию не только с возлюбленными, но и с дворниками, это десятки, одиннадцать неумение установить границы и двенадцать созависимых. многие нашли свои цепи. Это для меня очень важно, чтобы я больше ориентировалась на то, кто меня слушает. И знаете, всегда есть большая разница. Вот сейчас вы поймете. Одну очень важную вещь поймете. Вот есть две девочки и одна девочка играет гамму мама, мама, что я буду делать, да? А вторая девочка читает учебник или слушает, как первая играет гамму. Внимание, вопрос. у кого из этих девочек больше желания достигнуть результата? У той, которая давит на кнопки или у той, которая слушает? И это о том, что я хочу сказать умнице, кто надавил на кнопки и кто написал цифры в чате. Потому что это говорит о том, насколько вы себе позволяете хотеть. Хотеть что-то изменить. Потому что если у вас нет ресурса даже чтобы написать цифру 1, 2, 3 в чате, какой же у вас ресурс на то, чтобы изменить свою жизненную ситуацию и может быть вам нужно, чтобы улучшить отношения с мужчиной или научиться держать дистанцию или устанавливать границы. Если у вас нет сил даже уговорить себя поставить цифры включиться, какие откуда у вас возьмутся силы на то, чтобы изменить свою жизнь. Спасибо тем, кто эти силы нашел. А теперь посмотрим, откуда все это выросло. у нас есть основные источники. Вы не поверьте, их два. Видно, две руки, да? У меня две руки, два источника. Один слева, другой справа. И первый источник с левой стороны ваше отношение с мамой. Хватило ли вам симбиоза? Что такое симбиоз? Вот мама девять месяцев носит нас в животе. Вокруг меня мама, с ног до головы я в маме, я ем через маму, я дышу через маму, я даже какаю через маму, освобождаю из продукта. А потом вдруг меня хватает очень другую, другую, представьте, вас хватили, начинать пихать в темноте, в резиновую трубу, которая меньше вашей головы, это длится несколько часов, вас мучают, вот это вот, сжимают, разжимают, толкают, вы не можете не дышать, ничего, наконец вы выпали на улицу, да, на другое, в другое пространство совершенно, и если здесь сейчас у вас в комнате, например, 21 градус, да, то вас вот эти инопланетяне схватили и выбросили в пространство, где 6 градусов, на 15 градусов меньше, ну, если у мамы внутри 36,6, да, в роддом, в родильной комнате, допустим, 20, на 16 градусов меньше, то есть вы попадаете в это холодное пространство, где вам ярчайший свет, где какие-то звуки, где вас кто-то бьет, а потом вас берут и уносят на 3 дня, советские роддома, они были в самой цынешней измерившие такие жестокие, уносят на 3 дня, и потом вы маму получаете только тогда, когда надо поесть, а потом вас отдают пьяс, а потом вас отдают бабушки на все лето, уловили про какой голод, я говорю, те, кому не хватило, а это 90%, остаются на всю жизнь голодными, и потом они пытаются всю жизнь добрать этот симбиоз, от то, чего не добрали от мамы, пытаются получить от своих возлюбленных, от учительниц, кто видел первоклашек, которые к учительнице бегут вот так вот, как на мамочку смотрят, видали такое? Это про это, для тех деток, кому не хватило симбиоза, и когда вам не хватило симбиоза совершенно, а потом наступило 13 лет, 17 лет, 20 лет, и надо уже отлепиться от мамы, у вас нет сил это сделать, у вас не хватает сил сепарироваться, и если не хватает сил сепарироваться, вы начинаете бунтовать, внутри себя вы не наелись мамы, а уйти пора, что делаем мы? замещаем эту сепарацию бунтом против начальства, против гаишников, против... Понятен их не нужно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятен, как это влияет, а я расскажу о том, как влияет ваше отношение с папой, находитесь ли вы на месте ребенка, об этом мы сегодня, спасибо, вижу, есть много плюсиков я стараюсь рассказывать, знаете, можно, конечно, поумничать, рассказать в стиле ангидрит, твою валентность через медный купорос, чтобы были умные слова, но я хочу, чтобы... Вы же сюда пришли не посмотреть, какая тут ученая мадама, что-то понять о себе, а это легче языком метафор, через пачку сигарет, так? А про отношения с папой мы сейчас будем говорить подробнее, находитесь ли вы в отношениях с папой на месте ребенка, и если не находитесь, то, как правило, вы в переплетении, в переносе. В чате Нина Алексеева говорит, что вы очень эмоционально рассказываете, всем понятно, спасибо, я должна сказать, что не всем легко выдерживать эмоции. для красочности изложения это безусловный плюс, но есть и минус. Многие женщины настолько запрещают себе проявлять эмоции, что им тяжело выдерживать, когда эмоционирует кто-то рядом. Я прошу вас прощения, если это так, для кого-то в чате. но это помогает доносить информацию более подробно, более понятно, поэтому я продолжу эмоционально, хотя у меня есть конфликация говорится абсолютно каменным лицом и очень очень и так ваши отношения с сейчас поговорим о том, что к этому приводит, какие подсознательные механизмы приводят к переплетениям на примере одной из вредоносных родовых программ. Помните у классика, кстати, кто вспомнит автора? Мой Ваня был у меня моложе, а было мне 13 лет. Мой Ваня моложе был у меня моих лет, а было мне 13 лет. Кто помнит? Кто автор? Всего 200 лет назад сравните с возрастом человечества 99% людей Пушкин, конечно, Евгений Онегин, мама Татьяны, няня Татьяны Лариной рассказывала это своей воспитаннице. 99% людей вступали в брак в юмнейшем возрасте. Просто вот в таком общенече. И не было никаких, соответственно, если мне 12 лет, 13, а Ване 12, у нас нет никаких добрачных отношений, понятно, логично, нет никаких добрачных, глубоких, сердечных привязанных. Если кто достаточно имеет представление о том, что было рекомендованным чтением в эти годах, 200 лет назад для наших мам, для благовоспитенных барышек, девочек, никаких романов, жития святых, романы были очень под запретом. Наши предки были мудрыми. Супружеские в наше время, посмотрим, что сейчас, в наше время супружеские отношения вступают с большим опытом добрачных переживаний. Влияют на нашу жизнь переживания добрачные, не только сексуальные. Даже вот страстная любовь с Ди Каприо в Титанике уже может капитально подгадить нашим замужем. Я вам расскажу, я все время вспоминаю такой случай из практики, потому что он достаточно необычный и очень яркий. Провинциальный городок девушка ко мне пришла ей было 28 лет. Знаете, ну красотка, ну просто кукленка, прямо вот такая вся конфетка, точеные черты лица, точеная смутка, и только у нее не было там ни замуж, ни разу ни с кем не целовала. исходная травма ключевая, знаете, те были. Провинциальный городок, 13 лет, зимние каникулы, все поехали в Москву, там, куда там, Эрмитаж, Тридий Ковка, по музеям, по театрам, и сходили на гениальную постановку Ромео и Диуэрсу. Это Шекспир, это 40 трупов на странице. Что впечаталось у девушки в самом в этом возрасте, в таком впечатлительном пубертате в 13 лет, когда она так крепитала Ромео. Любовь равно мы все умрем. И когда ей молодые люди делают там, глазками, там, может, знакомься, и подсознание ее говорит, слушай, поживем еще, давай лучше книжку почитаем. Так работают механизмы даже в случае сильных эмоциональных переживаний, не связанных с сексом. Когда у нас нечто большее, я обещала поговорить про то, как развивается, рассказать, как развивается система возникновения переплетений по линии отца. Так вот, представим себе молодого мужчину, который пережил, я жду от вас в чате надписи, серьезное разочарование в любви. Ну, не знаю, не дождалась его из армии, например, а он так ее влюбился, или взяла, бросила, из-под хвостого, богатого, не важно. Что, как правило, делает мужчина? Какие ваши варианты? Терпеливо жду, когда увижу. Избегает серьезных отношений, пишет Маруша. Да. Продолжим. Начинает избегать ненавидеть женщин. Да. Продолжим. Мстит. Продолжим. Начинает перебирать всех подряд, не верит женщинам. У нас, кстати, аудитория такая, культура мультур, прям аудитория. Обычно пишут, пьет, как в снеях. Отзывается плохо. Перестает доверять. Начинает замыкается в себе. И это тоже бывает. И заметьте, никто из вас не написал. О, уходь в работу. Да. Никто из вас не написал, что он идет на мисполь. Что он идет к духовному наставнику. Что он идет на гольбу, на год в монастырь, чтобы избыть боль. Нет такого сейчас в нашей культуре. Да. Таких сейчас нет. Презирает женщина. Чаще всего как, а, в армию, ну, в армию вот, если его забрали, может, он уже вернулся. Чаще всего как, он идет и быстренько заводит новый роман с женщиной ликопластырем. Да, понимаете, о чем я говорю? Да, начинает гулять и несерьезно относиться. И что мы делаем с ликопластырем, когда рана зажила? Да, мои дорогие? никто не держит его там в нагрудный карман не кладет. Ты спас мне кровь, я буду тебя хранить на груди сорок лет, и мы с тобой, нас с тобой вместе похоронят. Который, отрываемый, отправляется в урну. Именно так. Кто увидел такие истории или сам пережил, поставьте, пожалуйста, единичку. Кто увидел и восьмерку, кто пережил? А я себе водички не имею. Работаем со скорбкой литров чак. Вот они единички. И восьмерки. Итак, минимум, который мы имеем у мужчины. Первая история, ранившее ему сердце. А вторая, когда он отбросил залечившее ему сердце и ранил его. Минимум. Внимание, вопрос. Сколько секторов своего сердца он истратил? Минимум два. Душа его зацементирована в двух секторах. И размер этой зацементированной площадки зависит от глубины перерстых им чувств. Вот та девчоночка, которая пережила очень сильные, да она отомстил невиновные. Да, все бабы бяки. Та девочка, у нее душа вообще все сердце было зацементировано. Мы все умрем, да? И от количества этих секторов объем зацементированной зависит. Может, женщин лейкопластыри было пятнадцать. Но когда-то приходит время жениться и хочется, может быть, наследников, или, может быть, покоя, или, может быть, тишины, или, может быть, уюта, или, может быть, мама затюкала, женись уже, женись, хочу внуков, хочу нормально, чтобы в гости прийти, чтобы не ветка из нормальной семьи, женись, 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 женись. И вот он женится. Внимание, вопрос, насколько его душа свободна для его невесты. Какой частью своей души и своего сердца он сможет предаться отношениям с новой молодой женой? Ну, это значки, значок чего-то маленького, да, по строку. Ну, например, на 40 процентов. Какой-то остаток. Какой-то остаток. Теперь смотрите, что происходит дальше. Как вы думаете, женщину с каким объемом для свободной, для свободной, для возможности любить души он выбирает? Если у него самого вот 40 процентов только есть свободы. Он способен любить только 40 процентами. к нему выбирается такая же женщина, да, правильно, Ева, абсолютно. Конечно, те же самые 40 процентов, абсолютно так. Потому что у женщин тоже есть прошлое. И женщина отдает сердце мужу на всю картошку, но только картошка это уже смотана. И эти пропорции, они всегда одинаковые. Это всегда одинаково. И вот у них рождается дочка. Галина говорит, если только очень сильная любви. И вот эти 40 процентов и есть тот максимум сильной любви, который они в состоянии пережить. Если бы у них было свободно на 100, они бы получили совсем другой уровень. И вот у них рождается дочка, а там под цементом отцовская душа ворочается, ищет возможность любить на 100 процентов. Или у них рождается сын, а там под цементом материнская душа ворочается, ищет возможность любить на 100 процентов. И ломает с ним. И происходит перенос. Отец бессознательно переносит образ выброшенный из памяти обидевшей его возлюбленную на дочку. И дочка, новорожденная малышка, становится соперницей матери. Уловили, как это происходит? Поставьте, пожалуйста, в чате семерки, до кого механизм дошел. Ева пишет, родители разошлись и меня бросили. Вот тоже бывает. Вот они, семерки. Да. И что? Понимаете, это механизм. И чем большая часть души отца занята прежними отношениями, тем тяжелее судьба дочки. Тем жестче работают эти механизмы. И кто-то себя уже узнал. Я до сих пор для мамы соперница. Монталист спрашивает, отец всегда на дочку, а мама всегда на сына переносит? Как правило. Как правило. Особенно на старшего. Тем жестче работают эти механизмы. И не надо понимать, что это механизмы. Механизмы, как асфальтовый каток. У отца и дочери, у матери и сына нет выбора, пока они не поймут, что это за механизм. И не научатся из него выходить. Это специальная работа. Это не такое, знаете, так... Помедитировал и рассосалась. Это надо работать. Вот. Ева пишет, Господь помог. Да, не осталась одна, жила в любви бабушки и дедушки. Выросла она слабая. Маруша пишет, и у меня похожие отношения с мамой. Постоянная борьба. Понимаете, это механизм. Комплексы электроэдипа, они известны с античных времен, и ничего нового не рассказывают. Когда... Причем, что происходит в обществе, да? В том же Риме, например, или в Греции, в античной, где не было благочестия, где были добрачные отношения. Вон они, комплексы электроэдипа, оттуда прутся. Потом наступает, приходит какая-то более аскетичная религия, пришло христианство. Это все тут растосалось. Да? Искупилась, растосалась. Потом снова наступает, да. Вот это вот. О, Оксана пишет. Так и есть, мама до безумия любила брата, а меня ненавидела. Это механизм, понимаете? Итак, наша девочка растет, а мама подсознательно видит в ней соперницу. И у меня на экране вопрос, кому это знакомо, и я вижу, что вот в чате уже пишут о том, что я до сих пор для мамы соперница. И что мама до безумия любила брата, а меня ненавидела. Да? И это то, что встречается на каждом шагу. И это еще имеет форму драмы старших сестер. Когда рождается вторая дочка, то мама видит в ней уже дочку. Потому что место соперницы занято старшей, а место дочки занято младшей. Кому знакомо, девчат, поставьте, пожалуйста, в чате, поставьте, пожалуйста, в чате четверки. Наталья спрашивает, получается, чем раньше люди женятся, тем лучше будем. В чем-то факт. Надя спрашивает, интересно, сколько процентов души у меня осталось для любви, если мне очень нравится мужчина. Хочу встречаться, но жить вместе не хочу. Это легко продиагностировать. У меня прям специальные такие есть диагностические тренинги. Нина пишет, я младшая и больше общалась с папой. Вон Ева говорит, хочу сыну, жену, чтобы была для меня дочка. Так не работает. У его жены будет своя собственная мама. И если вы будете хотеть быть ее мамой, вы вступите с ней в конкуренцию. Это разрушит вашу отношения. А Маруша пишет, та же ситуация, но второй дочке еще больше досталось от мамы. Может быть, у вашего папы была бурная винасть, и там была не одна возлюбленная. Папа любил меня больше, чем старшего брата. Конечно, для папы старший брат был соперником. А вы были соперницей для мамы. А теперь посмотрите со стороны мамы. Как это ужасно для матери, понимать, что дочку-то она носила 9 месяцев. Рожала в муках. А любить не может ничем. Любилка не работает. Если такие матери в чате есть, поставьте, пожалуйста, многоточие. Есть такие матери, пишет Ирина. Я сама была такой. Я принесла это утром дома. Я специально училась любить свою дочь. Я прям специально ее искала, как это любят лучше. Отсюда орет, отсюда какает. Обещали, что будет материнский инстинкт. Обманули, где инстинкт. Иногда такая мама горько мучается, считая себя скотиной и бесчувственной. Вон Ирина пишет. Почему я не могу любить дочку с самого зачатия ее? Потому что с того момента, как только вы ее зачали, она встала в системе на место первой возлюбленной вашего мужа. И все. Иногда ее подсознание творит. Иногда мама горько мучается. И ищет путь любить. И как любить? Это глагол. Если я начну это делать, то делать. Но может оно как-то залюбится. Я шла таким. Но иногда ее подсознание творит чудеса ловкости, чтобы себе объяснить. Вот я не так просто не люблю старшего, потому что она дура. Или неряха. Или лжива. Или у нас все в роду кандидаты наук. А у тебя по физике тройка. Как тебя любить? Оксана говорит, мне повезло, у меня три сына. В чем-то повезло, а в чем-то нет. Чуть дальше это нет. И вот есть драма старших дочерей, когда мама давно в могиле. А они все еще стараются ей доказать, что она не дура. Я не дура. Мне неряха. Не лжива. И жизнь которых идет в бессознательной перебранке с матерями. Плюсики поставьте. О, Ирина, тот самый механизм. Я очень хотела сына, а у меня две дочки. Я сейчас нашла молодого человека, который мне в сыновья годится по возрасту и полюбила его. Это тот же самый механизм. Перенос. Просто перенос. И при этом дочка, может быть, вообще ни разу не видела отца. И понятия не имеет ни то, что про его бессознательные импринты, и про его там прошлую любовь, даже про цвет волос. Но тем не менее у нее с колыбели нет симбиоза с матерями. Оксана спрашивает, где-то читала, что не может у женщины родиться дочь, если пока та не простит свою маму и не примет ее. К сожалению, это не так. Может быть, когда-то было так. Но сейчас, если бы, сейчас бы просто раз людское превратилось, прекратилось, потому что 90%. Сейчас расскажу, что делать любовь. Правильный вопрос. Что происходит дальше? Девочка, как умеет, пытается заслужить мамину любовь. Понимаете, да? Всю жизнь хотела теплых на отношениях с мамой и никак не получалось, пишет Надя. Да, та самая пигня. Во, как умеет, уж она и так, и так. Но ничто не срабатывает. Ничто не работает. Но знаете, в чем беда? Что мы передаем все эти переплетения, все эти проекции в наследство нашим детям. А иногда детям так не хочется их брать, что они вообще не приходят. Вот как говорила Оксана, что пока с мамой там не наладишь отношения. Сейчас все чуть-чуть по-другому. Но когда я работаю с бесплодными, я часто это встречаю. Что от родителей идет такая прорва переплетений, что душа ребенка смотрит. И вот сюда меня зовете родиться? Извините, не хочу. Извините, не хочу. И мужчины прекрасно ощущают, какая часть нашего сердца им достанется. И понимаете, в чем фокус? Притягиваются ровно такие же на размер нашей собственной смотанной котушки. И теперь я хочу, я для вас практику приготовила. Кто хочет практику, кто обрадовался, напишите, пожалуйста, мне восклицательные знаки. Сейчас посмотрим, что в голове у вашего мужчины. Это такой маленький расстановочек. Прямо в прямом эфире. Да, супер. Вам понадобится бумага ручка. У всех есть бумага ручка? Готовы? Повстроились? Вперед. Возьмите один листочек и немножко помните. И положите его слева от монитора. А на втором листочке напишите мужчина и сядьте на листочек мужчины. Угу. Угу. Дело не хитрое. Надеюсь, вы с этим совсем справились. На один листочек написали на нем мужчины и сели. На втором листочке написали женщины с горьким прошлым помяли, положили слева. А сейчас, пожалуйста, закройте глаза, положите руку на грудь. Сделайте три вдоха, три выдоха. Вы сидите на листке мужчина. Вдох через листок прямо в сердце. Выдох из сердца через листок. Вдох через листок прямо в сердце. Выдох из сердца через листок. Вдох через листок прямо в сердце. Выдох из сердца через листок. Открываете глаза, как мужчина. И просто смотрите на этот снятый листок. Женщина с горьким прошлым. У которой много разочарования. И просто ощутите эмоции. Ключевые эмоции. Одна, две, максимум три. Я жду, когда вы их напишите в чате. Ощутите ваши чувства. Рука на груди позволяет сединить. Когда вы идентифицированы с мужчиной. Ощутите, квалифицируйте их. И затем напишите в чате. Почему-то стало его жаль. Но если вы находитесь в состоянии мужчины. То вы не смотрите на него сверху. Мне тебя жаль. Ты жалко это существо. Я думаю, вы просто не смогли идентифицироваться. Кто смог? Жалость, любовь, брезгливость. Слишком сложная женщина. Трудно подступилась. Сначала вроде неприязнь, а потом как будто потянула туда. Да, я разные слышала. Сожаление, неприязнь, отторжение. Да, вон они на экране. Ревность часто бывает. Отторжение, раздражение, тоска и смущение по этому поводу. Зачем мне этот груз, злость, неуважение, безрадостно жить с той, чья душа принадлежит другому. Неважно в каком смысле принадлежит другому. В смысле любовном или в смысле злобном. В смысле радости или в смысле боли. Неважно. Спасатель, затем хочется уйти. Агрессор. А сейчас, девочки, делаем следующий шаг. Берем еще один чистый листок. Кладем с другой стороны монитора. Это женщина с исцеленным сердцем. Положили. А теперь снова закрывайте глаза. Руку на грудь. Руку на грудь. Соединяйся со своими чувствами. И вдох через листок мужчины. Выдох прямо в сердце. Вдох прямо в сердце. Выдох через листок мужчины. Вдох прямо в сердце. Выдох через листок мужчины. И откройте глаза и ощутите, что, какие чувства у мужчины, куда его влечет, куда ему хочется, куда его, поток его чувств изменился или нет, куда-нибудь, полной катушки или всмотанной, радость, интерес, интересно, и вообще неинтересно, на старую смотреть, правильно? Радость. Любование, обнять. Никто не хочет сказать, жаль ее, жалкое существо, да, и хочется уйти, и печаль, и брезгливость. Нет, исцеленный тянет, глаз горит, плечи расправляются. Кому уходит внимание мужчины? Кто их исцеленный? С какой? А теперь ощутите снова, закройте глаза, сделайте три вдоха, три выдоха и ощутите, в каком направлении идет у мужчины сила. С какой? С какой из женщин мужчина сильнее и денежнее? С пустой или полной? С исцеленной или с изыравнением? Которой же из женщин он принадлежит целиком, со всеми потрохами. Он, как пишет Маруша, к ней хочется присоединиться, получить в себе часть ее счастья. Пишет Ольга, конечно, к женщине с исцеленным сердцем. Зоя пишет, конечно, большими буквами, с исцеленной, он принадлежит целиком, со всеми потрохами. А сейчас, внимание, вопрос. Кто хотел бы получить своего мужчину целиком? Пятерки в чат. Насколько вы хотите. Можно целиком. Есть хорошая новость. Потому что, когда ваше сердце исцеляется, освобождает та часть сердца, которая шла не к вам, та часть любви, внимания, которая шла влево, вправо, да, она просто идет к вам. Восстановиться можно. Да, любовь, можно. Единственное, что это работа. Реальная на три недели работа. Но в среднем по 15 минут в день, буквально 2-3 дня, раза, может быть, 2-3 часовая работа. Почти все задания короткие и простые. Мы вашу ниточку обратно намотаем, замилу души. Просто это надо будет делать. Это надо будет делать. Для этого у меня авторская программа называется «Проси-прощай». За 21 день исцелитесь сердца от боли, потери, расставания, кройтесь горничным отношением, счастья и любви. Смотрите, если вы у себя этого не сделали, платить будут ваши дети. Так же, как платите вы по счетам ваших матерей и отцов. Кто это понял, девочки, поставьте, пожалуйста, в чате девятку. Я сейчас говорю, вот, вот, хорошо, что вы это поняли. Я сейчас расскажу про эту программу, как она идет. Да. Дети будут платить по вашим счетам, как вы платите по счетам ваших родителей. До седьмого колена. Что будем делать в течение программы? Первая неделя диагностика и снятие якорей. Глубоких выживательных инстинктов. Мы будем снимать пищевые якоря, территориальные якоря, аудиальные якоря, незавершенных гештальтов. Во второй неделе мы будем отвязывать привязки. И одной из сильнейших привязок является горе. У меня вот, девочки, кто закончил программу, 20 лет назад, 20 лет назад это все. Отношения закончились 20 лет назад. Не было дня за эти 20 лет, чтобы я не вспомнила, и мое сердце не облилось кровью. 20 лет, я подберить не могу, 21 день прошел, и все. Я просто и вспоминаю, да, был такой факт, была такая часть моей истории. Мы на крейсерской скорости пройдем 6 этапов горевания, ахарская техника у меня. Затем мы разделим ответственность, свою возьмем на себя, но его отдадим ему с помощью специальных техник. Мы снимем якорясь эмоциональных качелей. Мы снимем сексуальную привязку. А это очень цепкая вещь. Очень цепкая вещь. В третьей неделе мы извлечем из вашего бывшего проекции отца, матери, нерожденных детей, рожденных детей, братьев, сестер, как угодно. Как вот сегодня была в чате, ну вот всю жизнь мечтала о сыне, родила, участвовала, парня в возрасте, сына, отлюбила. Извлекаем оттуда нерожденного сына, и все, отрезвилась. И можешь любить настоящего человека, с которым ты будешь настоящие отношения иметь. Возвращаем утерянные части сердца и души. Прощаемся и отпускаем. И напоследок собираем и принимаем ресурсы. И я немножко расскажу о том, что будет после программы. Конечно, вы освободитесь от обид, от оков прошлого. В СС нет, этого нет курса, это не части СС. И это не магистратура никак, это отдельная, совершенно отдельная программа. Освободитесь от горьких обид, от оков прошлого, обретете внутреннее спокойствие, равновесие. Избавитесь от иллюзий. Когда вот это вот смотришь на этого молодого, и есть иллюзия, что он тебе вот нам прям, ну, у меня любовь, он как раз лучше мне. Это иллюзия, которая приносит очень болезненную горе. Перестанете терзаться от невдувшихся ожиданий. Легко отпустите все ваши неудачные отношения. Вы вернете себе себя. Очистите вашу душу и сердце от связи с душами. Очистите ваше тело. Получите ресурсы для создания гармоничного союза. Сможете простить на глубинном уровне подсознания. А у меня был случай, когда пришла клиентка с опытом сексуального насилия. Ну-ка попробуй прости. Да хоть запрощайся. Техники работают. Исцелите ваше сердце от боли и сможете создать счастливые отношения с чистого листа. Из нескольких отзывов спокойствие и уверенность в себе, как в женщине, которая достойна любви и восхищения, заботы и балования, я поняла, что научилась листовать мужчине, не влюбляться, не испытывать чувство вины, не привязываться к тем, кто обратил внимание, а просто получать удовольствие от общения не только на высокой турнике. Впечатлила подробная проработка снятия якорей. И вроде бы их не так было много, но очень мощным якорем оказался для меня сексуальный. Ведь с кем я работала, он был моим первым мужчиной. И, возможно, именно этот якорь так меня сильно держал в прошлом. Очень удивило задание о хороших воспоминаниях. Удивило, что набралось так много. Я переоценила наше прошлое. До сих пор считала эти годы потерянными, а себя неудачницей, которая неправильно вышла замуж. А оказалось, у нас было по-своему все неплохо. Ни лучше, ни хуже с проблемами, но свое и было много хорошее. Инструменты сверхценные, говорила Татьяна. Я теперь владею такими инструментами, которые помогут мне лучше разобраться с моей жизнью. У кого-то, знаете, не один был лучший, а один и тот. Это работа, которую надо выполнить. Потому что не только тебе мешать, ведь детей не пускают жить счастливо. И, пожалуй, самое ценное, что я получила в этой программе, это мое ощущение, что я сама могу помочь себе внутренне расстаться с теми людьми, отношения с которыми давно пора забыть. Я очень благодарна за эту программу и мои результаты. Я люблю себя, написала другая Татьяна. У меня уже как-то очень много было татьяна в программе. Ценю себя, радуюсь жизни, легко принимаю все, что происходит в моей жизни, умею заботиться о себе. И я могу себе позволить отношения с другим мужчиной. Я все равно о бывшем думаю, но теперь это просто воспоминания. Картинки уже не рисую, не цевала, даже там встречи. Барьер какой-то, стена, чтобы рисовать себе продолжение. И другая Татьяна. Эй, великая радость, что этот марафон случился в моей жизни. Сколько раньше не делала практик на обрезание прошлого связи, не помогала. А потом, все после марафона, пришло к принятию бывшего как просто человека, но вот он так старался быть счастливым, как мог. Пришло освобождение от проекций, навешанных на образ бывшего. Ушло мучительное сомнение, что с ним я потеряла какие-то возможности, которые нынешний муж не может дать. Отпустила. А это дорогого стоит. Пришла благодарность за то, что было в совместной жизни, и благодарность за сына. Пару слов о том, какой формат у программы. Формат групповой, формный. Работа спокойная, без гонки, полная кураторская поддержка. Вы, вас вот за ручку поведут, девчонки, за ручку. Вы не останетесь в одиночку ни на одну минуту. И специальный раздел, где можно задать вопрос и получить ответы. И есть раздел, задать вопрос Леанне Ивановне. Извините, у меня час стоит 20 тысяч. Мне вопрос задать, это не такой маленький бонус. Есть разделка, где можно задать вопрос и получить ответы. И поэтому результат просто невозможно не получить. Его получили все. Теперь очень важно сказать, кому точно не надо. Во-первых, не надо тем, с кем мы не совпадаем по мировосприятию. Именно поэтому очень хороши открытые вебинары. Вы видите, что она слишком эмоциональна, и я не могу вообще это выносить. Не надо тем, кто не готов менять свою жизнь к лучшему. Понимаете, кто-то сейчас отвечал, девятки, тройки ставил, а кто-то такой, ну, что это, как-то. Это говорит о том, что нет способа, ресурса менять свою жизнь. Ну и не надо. И не надо полным атеистом. Потому что психолог, он от слова психо, душа. И я стою на духовной платформе. Не надо тем, кто считает, что от него ничего не зависит. И тем, кто крутой гуру и сам все знает. А звука нет только у Нины или еще у кого-то. А я еще расскажу, что там будет в среде. Вы ничем не рискуете. Я настолько уверена в своей программе, что при условии выполнения всех заданий даю вам стопроцентную гарантию возврата денег. Если вы останетесь неудовлетворены результатом. Не на хорошо, что вы снова с нами. Итак, акция на саму программу скидка 57%. И причем, возможно, рассрочка на три платежа. Да, чтобы получить, просто проходите по ссылке и просите, дайте мне, пожалуйста, возможность оплатить с рассрочкой письмо. Кроме этого, подарок. Комплект диагностических тренингов. Азбука женских ошибок. 25 диагностических практик. Узнайте, где находится в вашем подсознании ключевая травма и что с этим делать. Ну и еще пара возможностей. Совмещать задания им института, конечно, можно. Оксаночка, без проблем. 60 дней на 21 задание. Кроме этого, есть еще мне предложили, попросили сделать несколько других предложений. Сделала еще такое. Комплект из трех книг. Законы и сила рода. Ну, это вообще как бы не про деньги. 387 рублей. И даже это со скидкой. Комплект книг. Да, спасибо. И еще одну приготовлю. Что будет в этих книгах? Простым человеческим языком изложены родовые законы. Объяснение, как они на подсознательном уровне влияют на вашу жизнь. В результате узнаете, что такое рядовые проблемы. Что такое приплетение. Как они влияют на ваше настоящее. Как их можно откорректировать. Узнаете нюансы и плюсы принятия мужским и женским родом. Там я даю достаточно немало психологических практик, чтобы их улучшить. Прям богато. И еще одна плюска. Экспресс-диагностики. Экспресс-диагностики на выбор. Они вообще по 300 рублей. Просто выберите кнопку, которая соответствует вашему семейному положению. И вы разберетесь за 5 дней по 5 минут. Будут вам приходить задания. 5 дней по 5 минут. Будут они занимать. И что конкретно вам мешает. Что вам. Какие корни именно у вашей ситуации. И вот выписывайте. Просто выписывайте счет. Пишите правильный телефон. Поверьте, я не буду вам звонить за свои деньги. Поговорить. Мучить вас звонками. Просто может быть вам пригодится. При необходимости мы сможем вам помочь. Наталья пишет книги у вас. Супер. Спасибо большое, Оксана. Выписывайте телефоны. Счеты пишите. Правильный телефон. У нас есть ресурс для всех стран. Всех. Украин. Канады. Австралии. Да хоть откуда. Хоть из Уганду. Из Уганду у меня было очень столько. В Австралии есть. На Кубе есть. В Уганде нет. Наталья пишет. Книги чудесные. Читала многие. Спасибо, Наталья. И в общем, спасибо, что вы были со мной эти полтора часа. Поскольку мы начали позже, я как-то так поднажала, чтобы побыстрее закончила. Даже раньше, поэтому вы можете что-то спросить. Как оплатить, если есть нужны какие-то проблемы? Что-то еще рассказать вам про программу? Пожалуйста. Вот экспресс-диагностик, еще раз напоминаю, по 300 рублей. Вот комплект книг со скидкой 30%. Законные филорода. Вот акция на программу «Прости-прощай». С возможностью рассрочки на три платежа. И вот что такое переплетение? Татьяночка, мы об этом рассказывали примерно час. Но это было раньше. Это то, что когда рождается ребенок не на своем месте. Например, вы можете родиться с переплетением с первой возлюбленной вашего папы. И ваша мама еще с того дня, как наступила беременность, чувствует в вас свою соперницу. Или вы можете родить сына, и вы только забеременели, а ваши отношения начали ухудшаться с мужем. Потому что он видит в нем соперницу. И это то, что очень сильно и страшно влияет на родовые программы. Это то, что очень сильно и страшно влияет на жизнь ваших детей. Да, Наталья пишет. Благодарю за полезную и интересную информацию. Очень важно все это. Совершенно так. Это действительно важно. Это действительно очень серьезно. Спасибо, Наталья. Мне очень важно, что вы это понимаете. Что вы это понимаете. Угу. У меня у себя еще водички. Может быть кто-то хочет что-то спросить. Я здесь. Либо... Что за штуки на заднем плане? Угу. Это кинезиологические тренажеры. Очень полезные для разных отделов мозга. Это картина, которую я написала в 2009-м. Левой рукой. Акрил. Полстный картон. Угу. Акторская программа «Прости, прощай». Подробнее, какой слайд. Акторская программа «Прости, прощай». И возможность раз и навсегда попрощить. И освободить ваших детей от всего этого. Возможно ли счастье в паре, где мужчина младше на 11 лет? Были ли у вас такие примеры в практике? В практике у меня нет такого примера. Но у меня есть подружка, которая замужем за мужчиной сильно младше. Они в браке уже... Уже, ой, не соврала. Ну, лет 15 точно. Лет 15 точно. Ну, хороший брат, конкретно. Они недавно бы обмечались. Знаете, нет безнадёги. Есть только объём работы. Есть только объём работы. Есть только объём работы. Спасибо всем. Ом ответил на все вопросы. И я уступаю место идущему. И прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok